Девчонки, всем огромный привет! Сегодня хочу поделиться своими советами по переезду. Вы знаете, что я переезжала в последнее время очень часто из многих городов, и по комментариям я смотрю, что многим из вас это интересно, да, кто-то тоже хочет переезжать не так часто, как я, конечно, да, но тоже хочет хотя бы знать, как к этому подготовиться. Вот я у себя записала несколько таких пунктов, которые могут вам в этом помочь. Конечно, всем нам нужна работа, да, это понятно. И первое, что вы должны сделать, это постараться заранее найти работу в том месте, куда вы едете, да. Вот последний раз я ехала в Ростов, да, в Санкт-Петербурге, и мы заранее нашли работу, нашли работу по интернету, рассылали резюме, вы все знаете, да, что сейчас без интернета никуда, и работу можно точно так же найти по интернету, именно вообще не выходя из дома, просто рассылая резюме, и сделать собеседование прямо по скайпу, или приехать к работодателю одним днём. Сейчас самолёты летают везде, да, одним днём прилетел, пособеседовался, улетел. И так можно понять, подходите вы друг к другу или нет. То есть первый, это самый важный пункт, мне кажется, если вы едете надолго, да, если не просто там на месяц-два отдохнуть, да, если вам именно нужно переехать для жизни, да, а не для отдыха, то, конечно, первый пункт — это работа. Второй пункт — это найти жильё, найти квартиру. Тоже найти квартиру нужно будет удалённо, потому что, ну, естественно, вы сами не можете поехать и посмотреть, найти заранее. Хотя в тот момент, когда вы будете одним днём летать на собеседование и поймёте, что всё, вы переезжаете, вы можете зайти в парочку квартир, посмотреть, да. Ну, у нас так получилось, что мы искали постоянно квартиру удалённо, да, и, в общем-то, ни разу нас не кидали, не обманывали. Как-то так, если что-то не нравилось по телефону, вообще не, да, то я сразу говорила, до свидания, нам это не подходит, да, будем искать дальше. В этот раз мы нашли очень две хорошие квартиры, нам всегда нужны трёшки, потому что живём вчетвером, да, я муж, дочка и свекровь, поэтому нам нужно пространство, и мы не хотим ютиться. Вот. Квартиры. Я обзванивала, наверное, ну, наверное, квартир 15 в этот раз, да, общалась с хозяевами, иногда натыкалась на агентство. Ну, вы знаете, от агентств я тоже сразу не отбрыкиваюсь, я с ними продолжаю общаться, если они ничего толком не предлагают интересного, то, конечно, я перестаю, да, звонить, общение обрываю. Но вот в двух квартирах очень классных я наткнулась именно на хозяев. Первая квартира вообще люди ни разу её не сдавали, но так получилось, что они сдали её тем людям, которых они видели уже, да, к ним уже раз приходили, они и пришли второй раз уже именно на долгое время снимать. Естественно, отдали предпочтение им, потому что их видели, да, ну, а мы чужие люди, поэтому нам отказали. Но вторая квартира оказалась ещё ближе к месту работы, и это тоже огромный плюс, потому что нужно всё-таки искать квартиру близко от работы, чтобы у вас не было, не знаю, большого количества времени, чтобы у вас не уходило на дорогу, чтобы также деньги не уходили на дорогу. Это на самом деле большая экономия, потому что если вы на машине, это бензин, если маршрутки, это время, нервы, тоже деньги. Ну, в общем, всегда нужно стараться искать квартиру рядом с работой. У нас работа через дорогу вообще. Работа начинается в 8 утра, мы выходим без 20, потому что я иду медленно, я не хочу никуда спешить, а так можно было бы вообще без 10 выходить. Вот. Так. Следующий пункт — это найти перевозчика. Найти перевозчика, чтобы перевезти ваши вещи, да. Так как вещей много, мы переезжаем целыми трёхкомнатными квартирами, вещей именно реально очень много. Если вначале у нас был минимализм, то сейчас мы возим с собой целые квартиры. Ну, единственное, что без мебели, да. Мебель, слава богу, мы ещё не покупали и пока не планируем, потому что переезжаем часто, да. Ну, не знаю, может быть, здесь мы, надеюсь, скорее всего, мы здесь всё-таки осядем и прекратятся наши вот эти переезды. Но перевозчика нужно найти, девчонки. И цены очень разнятся. Мы сделали перевозку с Питера в Ростов за 25, по-моему, тысяч. По-моему, 25. Может быть, дешевле. Нет, по-моему, 25. Девочки, уже не помню. Но помню, что были цены и 50. Ну, то есть, вы понимаете разницу, да. Вы за одну перевозку, одну и ту же вообще абсолютно можете заплатить двойную цену. В общем, нужно за этим тоже проследить, обзвонить, узнать, что лучше. Иногда большие компании известные, наоборот, в два раза дороже, чем маленькие. Ну, в общем, смотрите, кому вы доверите все ваши вещи. Следующее – это нужно все вещи хорошо, удобно упаковать. Упаковывала я сто раз уже вещи и распаковывала, поэтому тоже могу посоветовать. В первые разы мы упаковали в огромные коробки. Это оказалось очень неудобно. Как бы ты вроде как сразу почти все вещи складываешь, да, в несколько коробок и все, да. Но это настолько неудобно, девочки, что вот мы теперь пакуем все или по маленьким коробкам, знаете, вот, ну, вот таким, где-то, да, вот, как размер камеры, да, вот сейчас вы видите примерно вот, да, меня. Или в маленькие коробки, или мы еще половину вещей в этот раз просто накупили строительных вещей, строительных мешков, и аккуратненько вещи вот так вот сложили в строительные мешки, завязываешь их, и их вот очень удобно и носить, и потом разбирать. Нет вот этого, этой возни со скотчем перематывания этих коробок. Ну, в общем, смотрите сами, но на это тоже нужно обратить внимание. Если у вас уж очень много вещей, да, и вам как-то их хочется упаковать, то берите пакеты, знаете, вот эти вакуумные упаковки, которые просто ужимают все ваши вещи. Вот вещь была вот такой толщины, да, станет вот такой. Это тоже очень удобно. Мы, когда переезжали только в Петер первый раз, мы пользовались вот этой вот вакуумной упаковкой, и получилось, что мы в наших чемоданах везли по три чемодана сразу, да, в каждом. По количеству вещей, да, если смотреть, они все были ужаты в эти мешочки. А также советую с собой взять в поезд или в самолет, да, смотря как вы будете сами ехать, да, добираться до места, взять только самые необходимые вещи, вот, которые вам нужны там на день, на два. Да, да, потому что вдруг как-то задержатся ваши вещи, и все равно чем-то надо пользоваться. И обязательно возьмите с собой все ваши документы. Не доверяйте перевозчикам ваши документы. И, конечно же, вот, когда вы уже заказали квартиру, ну, забронировали, да, перевели аванс, кстати, мы тоже переводили аванс, не зная людей, да, на свой страх и риск, но перевели мы, по-моему, 10 тысяч авансов всего. И приехали, они как бы и остались сразу залоговыми, поэтому тоже удобно. И вот когда вы забронировали себе квартиру, вы можете покупать билеты спокойно уже или на самолет, или на поезд. Мы ехали поездом, хотя я бы с удовольствием летела самолетом, но у меня у мужа проблема с перегородкой, и он очень плохо вот эти вот перелеты переносит, поэтому ехали поездом. Ну, это тоже определенная романтика, поэтому, в общем, были все равно довольны. Приехали в 4 утра, по-моему, мы в Ростов, Евчик такая ходила, сонная, ну, в общем, все очень интересно. Вообще, я люблю переезды, я поняла, что я их люблю, и поняла, да, правильно? Поняла, что я люблю переезды, и для меня это не сложно. Вот первые разы было сложно, теперь, чтобы подняться и переехать вообще в другой город, можно даже в другую страну, мне абсолютно, ну, вот, моральных нет каких-то там проблем, да. Легкие на подъемы стали, вот, как-то по-другому мыслить стали, вот. Ну, пока что переезжать вообще никуда не планируем, наоборот, планируем задержаться в Ростове, потому что это наше место, и очень нравится и менталитет людей, и погода, вообще погодные условия просто шикарные, такое впечатление, что живешь на море. Ладно, девчонки, надеюсь, вам пригодятся мои советы, да, и кто-то из вас меньше будет заморачиваться все-таки, да, а вспомнит о моем видео и что-нибудь возьмет, да, из моих советов. Ну, все, девочки, всем пока, люблю, целую. Музыка Музыка